О посте слово второе, 909, том 9. Снова призывает нас святой пост к получению благ. Снова соделывает нас подвижниками, снова желает, чтобы мы стали мужественны. Чтобы показать нас победителями страстей, явить в большем блеске красоту души и сплести за труды наши венцы на наши головы. Что такое в самом деле пост, как не венец подвигов? Виновник наград и путь спасения. Пост избавляет от рабства и дает свободу. Возвращает из плена в Отечество. Пост исцеляет душевные раны. Пост обновляет распленную грехами душу. Возбуждает ее, укрепляет ум, внушает страх Божий, уничтожает страсть и смиряет помыслы. В одни поста угасают похоти, процветают добродетели, являются в большей чистоте красота целомудрия, и тело обращается в душу, делаясь вопреки природе духовным. Будь весел во время поста и не будь печален, подобно лицемерам, которые принимают на себя мрачные лица на показ людям. Теряй таким образом награду за пост. Ведь это слова спасителя. Во время поста помашь голову твою и умой лицо благотворением, воссияй добродетелями, чтобы явиться постящимися только перед мною, одним, видящим тайны. Не отвращайся, возлюбленный от поста, так как он есть мать добродетелей, корень благ, источник целомудрия, страж благочестия, совоскормленник святыш, сожитель ангелом, враг дьявола, друг Духа Святого. Ради него оставляют нас похоти, и удаляется демон, ослабевает гнев, умерщвляется вожделение, оживает и воссияет нас добродетели. Благодаря ему утихают страсти, и унимается мятеж удовольствий, а ум плывет как бы по спокойному морю, и благополучно преодолевая при посредстве этого воздержания треволнение бури злых дел, приводит корабль к пристани добродетели. Наконец ты будешь иметь неотъемлемую выгоду, имущество несокрушимое, если предашься исполнению заповедей Духа Святого, вернешь временное, когда услышишь слова Священного Писания «Не любите мира ни того, что в мире». Не будем любить прелести этого мира, которое, становясь как бы тяжелым бременем для корабля души, потопляет его. Разве ты не знаешь, что приятность всякой пищи ограничивается только горлом и не простирается далее, а наказание, которое она влечет за собою, подвергает бесконечным мучениям. Невоздерность омрачает тех, кто не постится, обезображивает душевную красоту, живого делает мертвым, побуждает к совершению беззаконий, возбуждает удовольствие, умножает войны, будет вожделение. Наконец ты становишься неспособен к добродетели, так как когда ослабеют члены, и ты вследствие чрезмерного употребления вина потеряешь рассудок, ты уже не в состоянии более противоборствовать и становишься легко победимым для врагов, подобно тому, как гонимый ветром корабль, не имеющий кормчего, который мог бы бороться с натиском волн, бросается в разные стороны, и ему уже не остается ничего более, как ожидать крушения. Итак, умоляю, не будем после поста предаваться роскошной жизни, и не будем уничтожать многих трудов нерадением, но присоединяя труды к трудам, так будем ожидать и награды, когда кто присоединит к награде награду, тот имеет в запасе великую прибыль. Не будем же уничтожать силы поста, не позволим уму нашему быть сокрушенным сладостью жизни, чтобы не уготовать душе непоправимого зла. Если ты хочешь после поста уврачевать свое тело, сделавшееся слабым, то врачи его воздержанием, чтобы душа твоя, подобно легко нагруженному кораблю, возвышалась над волнами нечестия. Если поднимутся искушения вожделения, она будет готова противоборствовать и управлять помыслами, чтобы сохранить от крушения наш корабль. У нас есть и союзница в борьбе, сестра поста, разумею, молитву. Смерть и искушение или какое-либо другое из зол. Все уничтожается молитвой и постом. Что я говорю? Пост обращает в бегство демонов, разрушает власть дьявола, особенно если пост имеет союзницы своей и молитву. Пост и молитву возвели на небо Илью, избавили от смерти неневитян. Пост сохранил Давида невредимым, от львов. Пост сохранил неповрежденными среди огненных печи трех отроков. Пост сделал Моисея достойным беспримерной славы. Пост сделал Елисея главою пророков. Что сказать еще? Если бы пост не служил средством ко спасению и достижению вечной жизни, Бог не заповедовал бы с самого начала поститься. Ведь если бы Адам соблюл пост, смерть не приблизилась бы к нему. Он не лишился бы достоинства, дарованного ему Богом, не был бы издан из рая сладости и не был бы осужден на эту тягостную жизнь. Но так как он послушался голоса черева, то и подвергся смерти. Пост есть образ жизни ангелов. И что еще важнее, постился сам Спаситель. Не потому, что он нуждался во врачевании постом, но для того, чтобы показать нам пример поста ко спасению. Итак, возьми пост спутники себе на всю жизнь, чтобы он оберегал тебя, избавил тебя от смерти, спас тебя от искушений и привел тебя к пристани Царства Небесного. Благодатью Господа и Бога нашего Иисуса Христа, с Которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь.